Я неоднократно уже говорил, что вот сейчас мы будем читать одну из самых важных глав Библии. Я говорил это о третьей главе, о двенадцатой главе, и сейчас мне снова придется это повторить о пятнадцатой главе, а потом еще о двадцать второй главе, о моей любимой главе книги «Бытие». Но пятнадцатая глава действительно чрезвычайно важна по целому ряду причин. Во-первых, поскольку в ней мы видим такое подробное описание завета, заключаемого Богом с Авраамом. Во-вторых, поскольку эта глава доносит до нас важнейший ветхозаветный урок о спасении, урок, который в Новом Завете будет развивать никто иной, как апостол Павел. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам уже, вообще-то говоря, некоторое время ждет. Вот, у него красавица жена, он относится к ней, как к жене, он проявляет ей супружеское внимание, он стареет, она стареет, живота у нее не появляется. «Ребенка там нет». Вот, Авраам уже дошел до такого момента, когда говорит, ну, когда в следующий раз ко мне Бог обратится, я к нему тоже обращусь за разъяснениями. И, думая обо всем этом, Авраам решает, как бы практически осуществить Божие обетования. Практически. То есть так, чтобы было понятно с точки зрения нашей жизни, нашей логики, нашего богословия, нашего биологического устройства, нашего закона, нашего права. Во времена Авраама, после смерти великого человека, если у него не было детей, иногда главный слуга этого человека становился наследником. Кстати, в новостях в Америке, буквально недавно, пару недель назад, слуга, служитель получил огромное наследство. Он индонезиец по рождению, он более 30 лет служил одной семье, и когда в этой семье умер последний ее представитель, скажем так, мягко, это была семья, в которой, в принципе, не бывает детей. Тут не было детей. Наследником стал слуга, индонезиец, и он получил наследство, исчисляемое миллионами долларов. Это вот сегодня, в современные времена. Так же и Адам. Он подумал, ну, может быть, мне Господь даст наследников или потомков через моего слугу, Ильязара из Даманска. Именно об этом он говорит Богу во втором стихе. В третьем стихе он говорит, ты не дал мне детей, поднятал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой, может быть, его дети будут моими детьми. В четвертом стихе ему отвечает Бог. Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. Вот к чему сводятся Божьи слова, обращенные к Аврааму. Нет, ты будешь биологическим отцом, и твой, у тебя будет сын, и у тебя будут потомки. Ты будешь не только его отцом с точки зрения юридической, но и биологической. Потом он говорит, слушай, выйди на улицу. Он уже раньше говорил ему, что потомков у него будет столько, сколько песчинок. Потом он говорит, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Вы знаете, что в средние века лучшие ученые мира считали, что звезды исчислимы. Более того, они считали, что звезд на небе всего полторы тысячи. Сейчас мы знаем, что звезд очень много. Количество это практически неисчислимое. Именно к этому и говорит Бог, никто не сможет счесть твоих потомков. Шестой стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Наряду со стихом «Праведной верой жив будет». Бытие 12,6. Пожалуй, самый важный стих в Ветхом Завете. Для нашего понимания спасения. Суть и спасения. Мы уже отметили, что Бытие 15,6. Это ключевой стих к пониманию и нашего спасения тоже. Ключевой стих из Ветхого Завета, наряду с Аввакум 2,4. В Аввакум 2,4, где написано «Праведной верой жив будет». И в Бытие 15,6. Авраам поверил Господу, «И Господь засчитал ему, вменил ему эту веру как праведность». Иными словами, эта вера в Божьих глазах была с той же ценой, как праведность. К этим стихам мы еще вернемся. А пока давайте завершим разговор о 15 главе. И после этого уже вернемся к значению 6 стиха в Новом Завете. Мы с вами уже обращались к Новому Завету в связи с Мелхиседеком. Точно так же поговорим о вере Авраама в свете Нового Завета. Но пока разберемся с тем великим заявлением и поразительной совершенно церемонией, ритуалом заключения Завета. Этот ритуал проводит Бог ради Авраама. Авраам задает вопрос. Возможно, этот вопрос указывает, что вера его пока еще не столь сильна. «Как мне убедиться, что ты все это мне дашь? Откуда мне знать, чтобы владеть этой землей?» Где свидетельства, где аргументы? Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Смотрите, как интересно. Авраам говорит Господу, «Боже, как мне убедиться, что ты мне что-то дашь?» Бог отвечает, «Ну, для начала ты мне что-то должен принести. Принеси животных в жертву». Авраам принес этих животных, разрезал их пополам, и на одной части жертвенника одна половина жертвенных животных, на другой другая. И он готовится к ритуалу. И здесь нужно сделать одно замечание в скобках. Это замечание сделано, собственно говоря, в самом Священном Писании, и из него есть дыховные уроки. Одиннадцатый стих. «И налетели на трупы хищные птицы. Они пытались украсть жертвенных животных». Небесные птицы, пытались украсть с алтаря жертвенника то, что Авраам собирался принести Богу. И Аврааму пришлось их отгонять. Задумайтесь об этом. В присутствии Божьем, во время Божьей речи, когда Бог собирается показать Аврааму это великое благословение, когда Бог собирается осуществить ритуал Завета, Он при этом, Бог, не отгоняет хищных птиц. Птиц приходится отгонять Аврааму. Подумайте об этом. Очень часто в жизни с нами бывает именно так. Нам кажется, происходят важные с духовной точки зрения события. Вера наша растет. Служение расширяется. Мы помогаем другим взращивать их веру. И вдруг самый важный, в самый ответственный момент происходит какая-то неприятность или даже глупость, с которой приходится разбираться. И в этот момент хочется спросить себя, Бог, ты вообще там что, спишь? Бог, ты здесь? Господи, ты не упустил ситуацию из рук? Если не упустил, то почему все эти обстоятельства мне так мешают? И снова, и снова. И все же, то же самое произошло и с Авраамом. Мы знаем, что Бог держал эту ситуацию в своих руках. Мы знаем, что было присутствие Божие. А коршуны, стервятники, все равно летали и чуть не утащили жертвы на животных. Должен произойти торжественный ритуал с участием самого Бога. И тут прилетают хищники и готовы все унести. Кошмар какой-то. Но так оно и было. Так оно и бывает. И сегодня. И в этом мире. Бог устраивает обстоятельства нашей жизни так, чтобы позволить нам проявить верность. Бог, однако, не защищает нас от всяких забот, от всякого неудобства, от всего, что нас может раздражать или даже смущать. Ведь мы же еще не в небесах. Нам предстоит еще длительный путь. Итак, разгоняется Авраам птиц и на него находит глубокий сон, крепкий сон. И вот напал на него крепкий сон, а потом, мы читаем, напал на него ужас. Этот сон его испугал. 13 стих. Бог говорит ему, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не твоей, не своей, а проработят их и будут угнетать их 400 лет». Египетский плен предсказан Богом задолго до того, как это случилось. Египетский плен не был случайностью, неожиданностью в Божьем замысле. Напротив, египетский плен был частью Божьего замысла. Задумайтесь, как вам такая идея, что ваши дети или ваши внуки, правнуки будут 400 лет в плену? Авраам говорит, «Как мне убедиться, что ты мне отдашь это благословение?» А Господь говорит, «Ну, начнем с того, что 400 лет твои внуки, правнуки будут рабами». Ничего себе новости. 14 стих. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом. Вот что я вам хочу сказать. 400 лет – это долго. Это значит, что многие израильтяне и родились, и умерли в рабстве. это значит, что многие израильтяне так и не увидели при жизни исполнение Божьего обетования. Кстати говоря, на это указывает и посланник евреям, 11 глава. очень часто мы полагаем, что наша жизнь трагична, если что-то не происходит тогда, когда нам хочется. Нет. Подлинная трагедия была бы лишь в том случае, если бы физической смертью все кончилось. Дорогие мои христиане, как вы думаете, сколько времени занимает вечность? И сколь длина или коротка ваша жизнь по сравнению с вечностью? И как после этого говорить Богу безначальному и бесконечному? Сколь неразумно говорить вечному Богу, слушай, либо ты меня благословишь в параметрах моей биологической жизни или не трогай меня вообще. Не надо мне от тебя ничего. Нет мне в жизни ободрения и надежды. Если ты меня не благословишь при физической моей жизни, при биологической жизни, тогда мне от тебя больше другого ничего не надо. Какое неразумие. Можно дожить даже до 80 лет. И все равно даже при этом вы не увидите частички Божьего благословения. Писатель по фамилии Брюс писал о том, что Иисус преподал ученикам четыре урока. Один из них взращивать в себе взгляд на жизнь с точки зрения вечности. развивать взгляд взгляд на жизнь с точки зрения вечности. Вполне возможно, что мы сегодня живем во время, которое похоже на 400 лет египетского рабства. И мы смотрим вокруг, и мы говорим, где благословение, где исполнение Божьего обетования. Главное знать, что благословение грядет. Главное служить Господу, управлять верность Господу в нашем поколении, чтобы стать участниками благословения для поколений следующих. Дальше мы читаем что «Я выведу их 15 стих «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». В четвертом роде возвратятся они сюда, возвратятся в Ханан. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. Бог зажег огонь и пламя пересекло жертвенник между двумя частями рассеченных жертвенных животных. На Ближнем Востоке две договаривающиеся стороны, две стороны, вступавшие в договор, рассекали жертвенных животных, тем самым говоря, если ты нарушишь завет, то да будет с тобой то же, что совершилось с жертвенными животными, да будешь ты рассечен. А здесь между частями рассеченных животных проходит сам Бог. И в 18-м стихе «В этот день заключил Господь зовет Саврамом, сказав «Потомству твоему даю я землю сию». И он говорит о границах этой страны, говорит он также о десяти языческих племенах, живших в этой стране. «Потомству» «Потомству» и wiediles «потомству» прорез «потомству» smoother «потомству» coping », «потомству» » «потомству» «потомству» по «потомству», » «перебила». «потомству» « generic